это брюки такие кармашки вот тоже боеточками отделаны и футболка вот такая постель сменила но еще не застелала так девочки поболтаем я наверно уже третий четвертый день просто в вот сейчас поставлю все оставлю девочки поболтаем с вами в общем знаете озлоблен мир озлоблен мир озлоблен девочки и все что касается денег благополучия жизни других людей это все вызывает у людей которые никчемных людей я считаю не воспитанных во первых не воспитанных вот это все таки зависит от воспитания это зависит от образования это зависит от того окружения в котором человек живет и общается с кем общается это зависит от этого в общем социальные сети прямо даже не плавно девочки социальные сети ворвались в нашу жизнь плавно если еще пять лет назад я вам всегда говорю мы знать не знали что такое youtube что такое там instagram только начинался в россии в россии начиналось это все зарождалось сейчас пол населения страны не знают что такое youtube что это такое им некогда просто смотреть наши каналы там 20-30 минут 12 минут им просто некогда наблюдать за нашей жизнью потому что они заняты конкретной работой работой зарабатыванием денег другому другой сфере вот а та категория людей которые знаете нигде не работает нигде не работает живет на пособие живет за счет своих престарелых родителей а вот эта категория людей просто девочки просто бушует в бешенстве просто в бешенстве от того что хотят зарабатывать деньги на ютюбе но у них не получается но если они в реальной жизни ничего из себя не представляет то как они на ютюбе могут зарабатывать какие-то деньги они могут зарабатывать только на ту что как пиявки присосались кому-то и тянут и тянут и тянут ладно и вот девочки три дня назад позвонили юлечки сказали что на сайте администрации краснодарского края пришло она и был пришла анонимная жалоба на юлю на лёшу на их семью что они ненадлежащим образом занимаются воспитанием своей дочке алисы моей внучки канал мимелиса вот ванильная семья канал занимаются ненадлежащим девочке воспитанием вот что ребенок содержится в ужасных условиях его ее эксплуатируют и и кормят вас фудом она спит в машине они соблюдаются режим дня не проводится обучение ребенка в общем все в таком духе ну конечно юля бы пожалуйста приходите смотрите приходите все пришли значит пришла представители комнаты а представитель администрации было был значит пред было представители по делам несовершеннолетних был представители и школы из 90 лицея я так думаю может из какой-то другой школы не знаю а вот были представители пришли посмотрели и девочки что уж говорить если у нас алисонька живет ненадлежащих условиях что уж говорить что уговорить понимаете это люди которые во время рабочего своего рабочего дня тратят время мы должны отреагировать на такой звонок на такую писанину тратят свое рабочее время тратят деньги налогоплательщиков для того чтобы ходить и эти анонимные звонки эти анонимные письма обрабатывать все заполнили все по анкете все посмотрели что за вещи куда эти вещи вот мы очень много вещей отдаем у алисы столько отдаем вещей вот что ненадлежащие условия вы совсем обалдели уже что творите вы что творите что вы творите что вы творите что вы кому-то хотите доказать алиса три года ходила в подготовительную школу 60 тысяч рублей в месяц платили что вы вообще несете что вы говорите у нас дети фастфуд дети всех big lunch едят фастфуд мальчик бежит он 6 пачек с утра несет big lunch и домой о чем вы вообще говорите big lunch это та же еда тот же фастфуд в дубае в любом супермаркете центре сидишь и целая семья 12 человек сидит и ребенок трехмесячный руках ест и картофель фри это разве показатель того что ребенок ест фастфуд значит за ним не смотрят его не кормят его не одевают его воспитанием не занимается алиса прекрасно знает алфавит алиса прекрасно умеет считать читать вы о чем вообще говорите это просто это просто из ума уже люди выживают из ума просто злость прет через край это я вообще я просто знаете в таком неведении думаю боже мой у нас только семей где дети на самом деле кричат в окнах но с утра до вечера матери и бьют там избивают родители голодные дети бегают беспризорно его носятся живут так что и родители алкаши и все остальное а я что-то так посидела подумала думаю боже мой а ведь этот человек хочет чтобы юли сняла видео что в этом видео все показала вы же блогеры вы показываете все пожалуйста если я пошла в налоговую значит я должна показать инспекторы о том то что меня спрашивали и о чем спрашивали и вообще все что я сказала и точно так же этот человек хотел чтобы наверняка юля показала и квартиру и шкафы открыли шифонеры и холодильники и все если раньше я видела там ну конечно приходили там занятия две девушки форме приходили допустим с планшет очкой но вот ну по скорее всего приходили в тем приходят системе где в основном там знаете родители алкоголики алкоголики и дети беспризорные должны отреагировать но по благополучным то семьями тоже вообще я понимаю теперь почему не скайте максим их скетин к эти уехали потому что у них была создалась точно такая же ситуация точно такая же ситуация никто не может пережить интерьер он как кашель никто не может пережить еще вы считаете чужие деньги читайте свои считайте свои обучайте своих детей своих детей обучайте я не завидую вот этой девочке женщина девочка дочка ее которая тоже сидит и пишет у мамы засидите и пишет у мамы пишут комментарии и в этой каше варик а я не завидую этому человечку просто не завидую это ведь такое окружение у нее и в школе и везде которая идет у неё на поводу и им интересны это всё все что касается блогера все что крутится колонас все хотят дружить все хотят дружить, все хотят улыбаться, ходить, быть вхожим в нашу семью. Это все не касается других. Поэтому я ни с кем не дружу и дружить не собираюсь. Девочки, все, разговор окончил. Меня начинает нести. Я не могу. Я не могу меня начинает нести. Как можно прекрасную... Юля прекрасная мать, прекрасная жена. Как можно человека, только потому что смотрят ее видео, можно человека до такой степени не доверять человеку воспитания своего ребенка. Это вообще ужас какой-то. Это просто ужас. Но я понимаю, есть неблагополучные семьи. Я понимаю девчонок, а девчонки или сами пьют, или мужья там пьют, как бы издеваются над ними, гоняют там и деньги не дают, и носят заразы всякие, все в дом тащат. И еще над детьми издевают. Вчера вот Елена Ксенофон там посмотрела, я с удовольствием. У Леры Кудряцевой она была. Издевался отчим, отчим издевался. Мужья издеваются. Прекрасная девочка, женщина, прекрасная. И я не знаю, а тут ни с того, ни с сего начинаются вот такие гонения. Гонения меня, гонения моих детей. Это просто ужас какой-то. Что вы, девочки, думаете по этому поводу? Вот что вы думаете по этому поводу? Ну ладно, с налоговой не получилось. Отчет с налоговой, она не дождалась, эта женщина. Потому что я открыла свое ИП, я заплатила налоги, я стыжу спокойно. Надо, значит надо. Я к этому отношусь как бы терпимо, лояльно. Я, знаете, не буду рвать на себе волосы, орать и кричать и все остальное. Уже прошли те времена, когда я, знаете, могла в порыве там и наговорить, и сказать все, что я о них думаю, ШМО. Вот. Сейчас мне уже вот как-то все равно стало. Мне стало просто, знаете, все равно интересно, смешно иногда. Даже, знаете, я просто над ними смеюсь. Я просто смеюсь над этими девчонками. Во-первых, я вижу отношения ко мне людей, которые меня встречают, с которыми я общаюсь. Вот. Только доброжелательные, доброжелательные отношения, которые меня поддерживают и все время говорят, Лена Павловна, не обращайте внимания, это больные люди. Девочки, это на самом деле больные люди. Это шизофреники. Шизофреники, у которых, знаете, не знаю, что в душе. А нет души. Девочки, нет души, нечем заняться, нету души. Есть только желание самоутвердиться за счет кого-то. Вот, понимаете? Она пишет гадости, она делает звонки, и она с этим самоутверждается, что она все может, что она хоть и это может, хоть и это может, больше ничего. Но если ты хочешь работать, если ты хочешь зарабатывать, ты работай. Ты работай. А это не работа сидеть, пересказывать то, что я сделала, что я сказала там, что сделала. Юля, что сказал Леша. Это просто какой-то, ну, дурдом какой-то. Дурдом. Мы все разные, мы люди все разные. На то мы и люди с разными характерами, с разными жизненными устоями, с разными ситуациями. Как это можно все осуждать, обсуждать. Это же я понимаю, знаете, когда на сцене там артист, выступает, и у него на грани там самоиронии, иронии, сарказма, и всего остального, это артист. А это какие-то люди, непонятные люди, которые даже лично меня не знают, могут на своих каналах на большую аудиторию нести о человеке чушь. Вот я такой не могу. Сказать на всю аудиторию, допустим, что у нее большая жертва. Понимаете? И все это, вот вокруг этого, все это развести, или, допустим, обсуждать моего ребенка, моего сына, обсуждать мою дочь, обсуждать мою внучку, обсуждать, понимаете? Ведь это даже, девочки, не то, что это не воспитание. Это не воспитание. Это у человека просто с рождения не были заложены вот эти качества. Качества душевные, когда ни в коем случае нельзя человека осуждать за какие-то его поступки. за его какие-то черты характера, за его какие-то может быть даже физические недостатки. Это же вообще недопустимо. Но, по крайней мере, нас так воспитывали, что ни в коем случае нельзя было обращать даже внимание. Допустим, мы же еще помним, когда после войны, Великой Отечественной войны, возвращались наши деды, понимаете, с ранениями. У меня, родной мой дед пришел с войны, был артиллеристом, был орденоносцем, пришел без ноги. И вот эти физические недостатки ни в коем случае никогда, никогда не высмеивались. Ни физические недостатки, ни душевные качества какие-то. Люди, мы все разные. А сейчас, девочки, это в порядке вещей. Я не хочу, я не хочу, чтобы это все продолжалось, просто не хочу, чтобы продолжалось. Я считаю, что такие люди должны быть наказаны. Нельзя отравлять жизнь. Если ты хочешь, чтобы у тебя в жизни было все хорошо, нельзя отравлять жизнь другим людям. Нельзя. Нельзя. тем более, вы понимаете, что плохого сделала я и что плохого сделала моя семья этому человеку. Что плохого? Я сколько раз уж говорила, я не уводила у нее мужа, я не знаю ее ни маму, ни папу, не знаю вообще, кто она такая. Я ее не... Я видела один раз только ее. Я открыла видео и посмотрела на нее. И мне этого было достаточно. Я даже не стала слушать. Галиматью, что про меня говорят, я вообще не слушаю никогда. Если мне человек не нравится видео, я никогда это видео смотреть не буду. Девочки, вы зашатались. Я никогда не буду смотреть это видео. Я никогда не буду заходить на те каналы, которые мне не интересны. Они мне не интересны. Просто вот эти склоки. Собралась кучка людей, я так поняла. Собралась кучка людей, которые подзуживая друг друга, стараются заработать на моем имени. Девочки, у вас ничего не получится. Я сейчас рассматриваю в правовом поле возможность в материальном плане наказывать вас. И это будет, это будет не рубль, ни два, ни три, поверьте мне. Чем вы будете рассчитываться со мной, я не знаю. Но это пусть будет. Пусть у меня юристы бегают по судам, пусть доказывают, пусть все, что материала собрано, очень много, очень много. Вы уже столько наговорили и написали, что... и потом даже не пишите мне, не говорите, Лена Павловна, простите, извините, даже воспринимать не буду, даже не знаю, кто такие, и воспринимать не буду. У меня есть команда юристов, которые над этим работают, и пусть ради бога делают все. И я даже благодарна вам, что вы меня подталкиваете на такие действия, что нужно делать все это, все в рамках приличия, все. Сказала слово, получай, сказала еще слово, получай, сделала карикатуру, получай. Поэтому богатые тоже иногда плачут, девочки. И бедные плачут, и богатые плачут. Как будете выкручиваться из этой ситуации, я не знаю. И не думайте, что вы, если анонимно вы сделали звонок или на сайте анонимно написали, никто ничего не будет знать, кто такой и откуда. Все прекрасно известно. Поэтому еще раз говорю вам, успокойтесь, успокойтесь насчет меня, моей семьи и моих детей. Я вас раз предупредила, получила одна уже, второй раз предупредила, получаете уже, третий раз не можете успокоиться никак. Я думаю, что в этот раз все будет так, как захочу я, не как вы, а как захочу я. Все. Я никого не трогаю на ютюбе, почему вы меня трогаете, мою семью, моих детей уже до внучки добрались. Идите своей дорогой, спокойненько, идите своей дорогой, ищите другие возможности заработка. На моей семье больше никто зарабатывать не будет. Официально всем заявляю. Все. Все успокоились и идете своей дорогой. Дальше. Ищите своих подписчиков, набираете свои просмотры, только не за счет меня, не за счет пересказа и обсуждения меня, моей семьи, моих детей. Хватит. Все. Достаточно уже. Наговорили, написали. Достаточно уже. Уже просто обнаглевшие рожи.